Дра-туте, товарищи, любители разбирать всякий хлам. Шип-грейв-ярд-симулятор на ваших экранах. Это симулятор свалки по, значит, утилизации кораблей. И очень многие меня просили её сделать, показать, посмотреть. И вот, собственно, я здесь. Давайте тыкнем играть, это удалим. Я тут, типа, обучался немножко, и запустим уже, наконец. Games Incubator представляет. Ну, в общем, да, свалка-симулятор кораблей. Так, ну вот тут начальный туториал сейчас будет. Но я более-менее уже понял, что тут надо делать. Давайте, собственно, разбираться и понимать, что это вообще за игра-то такая. Ну вот есть всякие, знаете, симуляторы по, там, реставрации всяких там, я не знаю, танков. Есть реставрация паровозиков, реставрация станций. Или, может быть, какой-нибудь, я не знаю, симулятор копателя. В общем, короче, это вот такая медитативная игрушка для того, чтобы вам было чем заняться вечером после работы. Тут торопиться никуда не надо. Ты просто ходишь, разбираешь различные материалы, улучшаешь своё производство. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот они тут меня учат разбирать. Вот, пожалуйста, есть различные материалы. И эти материалы потом можно будет переплавлять. Вот у нас тут на свалке есть различные активности. Это, конечно, пока не основной геймплей. Но, в общем, они тоже есть. И мы можем, например, вот эту рожавую стойку раздолбать. Когда я на неё мышкой смотрю, она пишет, что из неё вываливается. Вот сейчас мы получим одну медь и два, значит, куска ржавой стали. Вот, примерно с такой анимацией всё это происходит. Теперь, когда мы тут пособирали всякую херню, мы можем сходить и продать всё это дело у мужика. Но там есть небольшой подвох. Нужно чуть побольше вещей немножко нагриндить себе, нафармить. Потому что... Вот, кстати, пожалуйста, вот чугун. Я уж не знаю, как он чугунную огромную херовину кувалдой разбивает. Здесь, по-хорошему-то, резак нужен. Ха, да самосвал. Но игровые условности никуда не деться. В общем, я расскажу вам чуть попозже, чем это всё кончится. Потому что некоторые из моих друзей настолько любят это такие вот симуляторы, что уже прошли её. У неё нет финала. Она пока что находится в раннем доступе. И, собственно, контент заканчивается сразу, как только ты улучшаешь все свои производства до максимального уровня. Дальше начинается тупо песочница делать, что хочешь. Да. Привет, рынок. Мы берём и продаём здесь все вот эти вещи. Зарабатываем 180 долларов. И теперь мы должны купить ножовку вот здесь. Привет, друг. Да. Это торговец с инструментами. Есть у нас, видите, всего пока два инструмента. Отмычка и ножовка. Ну и мы, само собой, покупаем ножовку. Ножовка вот в этом круговом меню находится. И она поможет нам резать сталь, по-моему. Также у нас есть навыки внезапно, да, которые мы можем вкидывать в различные инструменты, в том числе нашу новоиспечённую пилу. Вот, например, можно добавить ей повреждений, можно добавить ей скорость. Ну и сделаем... А что-то не сделаем. Да, нету больше навыков у меня. Сори, амба. Теперь начинается уже основной геймплей. Смотрите. У нас есть здесь наша кибитка. С какой-то кроваткой, с каким-то верстаком, который неактивный. И есть комп. На компе мы можем заказывать себе корабли. Списанные. Но самое, конечно, важное, что мы должны за эти корабли ещё и платить, пока они стоят у нас. Да, вот так вот. В общем, заказываем этот корабль. Вот, вот, найдите кнопку. Это начинается игра. Найди кнопку забронировать. Я, короче, первый раз тыкал везде. А вот она. Вот она маленькая кнопочка забронируй. Почему её нельзя было сделать больше, непонятно. Почему её нельзя было поставить на центр, непонятно. С юзер-интерфейсом в игре небольшие проблемы. Теперь мы должны дождаться, пока появится судно. И для этого нет ничего лучше, чем поспать. Вот так. Корабль приплыл. И встал нахрен на мель. И, значит, мы можем с этим кораблём, как вы понимаете, делать различные непотребства. Мы можем его разбирать и, значит, расхреначивать. Значит, есть мастерская, которую мы должны построить. Для этого нам потребуется 10 стали, 6 меди и 400 долларов. Доллары мы уже умеем зарабатывать. Это вот у этого чувака материалы продавать. Сейчас, короче, я его там раскручу, этот корабль. И мы что-нибудь с вами продадим. Но я сперва хотел бы показать, как работает ножовка. Но я вообще не вижу здесь стальных балок. А, вот, нашёл. Берём ножовку. Смотрите, какая прикольная механика распиливания ржавых балок. Мы можем нажать в любом месте. Давай. И, видите, он делает, значит, щель. И если мы, например, здесь нажмём, то кусок именно этот, который я отпилил, вот упадёт, собственно. Правда, с него ничего не посыпалось. Поэтому нужно в идеале вот прям, прям под лицо, короче, отпиливать эти балки, которые уже дают, собственно, замечательные ресурсы. И здесь вот то же самое. Ну, давай. Классно, а? Ну, это такая, да, игра для расслабона. Тут не надо думать о каком-то прохождении, там, сюжете или ещё чем-то. Это прям вот расслабушечка. Ладно, я пойду на корабль. Эти балки мы потом всё срежем. Вот, пожалуйста. Видите, ресурсы валяются повсюду просто. Тут как пылесос. Ходишь, собираешь. Видите, кто-то любезно мне ящики поставил, чтобы я мог забраться. И вот, собственно, наш прекрасный корабль, который весь разламываться будет кувалдой. Разламываться будет здесь просто нахрен всё. Начиная от бочек, здесь всё разламывается по одному образу, вот этими кусками. И мы можем ещё поддоны разбивать. Правда, с них ничего не вываливается. Видите? То есть это просто тупо трата времени, поэтому я на них время тратить не хочу. Я хочу тратить время на то, из чего что-то вываливается. Ну, вот типа того, да. Вот это мне уже нравится. Держатель буя. Только, наверное, не буя, а спасательного круга. Ну да ладно. Да, здесь всё разваливается по одному образу и подобию. Ну, чугунятинка, пожалуйста. Вам надо чугунятинки? Вот она есть. Да. Всё время я раньше, когда первый раз попробовал поиграть, всё время забывал собирать эти кусочки, чёртовы. Вот это богато сейчас будет. У нас не бесконечный, к сожалению, инвентарь. Да, инвентарь находится в левом верхнем углу, там, где наши финансы, там, где наши, значит, слоты для машин. Причём машины, видимо, можно покупать разные. На машинке, кстати, тоже можно кататься. Я почему-то её не использовал. Сейчас, в общем, сейчас покажу, когда вернёмся ближе к месту. Сейчас я забью себе инвентарь и пойдём к машинке. До свидания. Вот, спасибо большое. Ну, пойдёмте к тачке. Я, в принципе, сейчас продам как раз то, что я тут наколупал. Справа вы можете видеть следующий платёж. Вот написано. Это через сколько нам надо будет за корабль заплатить. Но это учебный, как бы, корабль, поэтому мы за него платим всего лишь один доллар, так что можно особо не париться. Париться надо будет потом, когда корабли за 400-500 баксов пойдут. Вот наш рынок. Дружище, здорово. И мне надо 400 долларов. Продаём там чугунятинку ему. Блин, ну я, наверное, мне придётся и сталь продать, да? Мне вообще придётся всё продать, и мне даже не хватит. Ну окей. 400 баксов надо, и сейчас я по материалам ещё посмотрю. 10 сталь и 6 медиа, окей. И мы построим с вами мастерскую, которая нужна для того, чтобы плавить. По сути, это даже... Ну да, нет, там и мастерская будет, и печь. И вот с печкой очень интересная... Так, я не то сделал. Очень интересная механика с печкой. Сейчас увидите. Сперва я хочу вам тачку показать. Она работает. Оу. Режим пылесоса активирован. А вот наша машинка. Машинка, привет. Вполне себе, кстати, приятная физика. Я всегда поражаюсь, когда инди-студия даёт мне физику машин лучше, чем какой-нибудь Watch Dogs. Вот, Ubisoft. Пожалуйста. Ну, ну, ну попросите, ребят, вам физику дать. Ну, ну вы же не умеете вообще в это дерьмо. Очень грустно. Ладно, давайте и дальше разбирать. Что у нас есть ещё? Вот, пожалуйста. Металлический штатив. Меня эта игра в первую очередь привлекла кораблями. Я люблю корабли. Ни хрена в них не понимаю, но очень интересно. Вот поэтому, собственно, и решил вам продемонстрировать. Если бы здесь были не корабли, а что-нибудь другое, я бы, наверное, на эту игру внимания даже не обратил. Так. Ну, само собой, здесь можно по палубам шариться. И, наверное, даже можем зайти в капитанскую рубку. Что у нас тут есть? Оу. Ржавая сталь. Маленькая коробка, средняя. А! Класс! Это отмычку надо добрать. Табуретка. Прощай, табуретка. Блин, смотрите, тут и ящики есть. Тут прям... Надо бы сходить за отмычкой. Я ещё ни разу не пробовал ничего взламывать в этой игре. Мне очень интересно, как это будет работать. Так, ну тут ни хрена нет. О! О, смотрите-ка. Электрошкаф. Его тоже можно раздолбать, но нужен резак. Чёрт. А я так надеялся, так верил. Но не получилось. Не фартануло. Так, мне надо было, насколько я помню, 10 стали. Это вот у нас ржавая сталь. Сейчас у меня есть 7. А, всё, есть 10 стали. И, по-моему, 6 меди, да? Так, что у нас тут ещё из меди-то? Блин, это сталь. Вот медь. Я просто сейчас наковыряю ресурсов. Деньги-то у меня есть. А ресурсов-то не хватает. Блин, сталь, это, конечно, прекрасно, но мне медь нужна в первую очередь. Тут чё? Нету меди. Нету меди. Сталь опять. Чёрт, а где же мне меди-то взять? Прям с медью проблемы. Прям проблемы. Ржавая сталь, чугун, масло. Вот здесь медь есть. А тут чё? О, и вот здесь медь. Идеально. О, а эта штука даже немножко разваливается на куски, да? Интересная фигня. Ну всё, меди у меня 6 как раз стали. Хватает. Пойдёмте. Пойдёмте полностью строить мастерскую. Вас, наверное, смущает, что в машине отсутствует водитель. Меня, в общем-то, тоже, да. Ну, это родний доступ, это инди-студия, так что нехрен удивляться. Хорошо, хоть топливо в тачке не заканчивается. Зато из неё есть багажник. Можно сюда что-то складывать, если у вас, типа, кончилось место в инвентаре. Строим мастерскую. Вот примерно так она выглядит. И мы можем там плавить, можем там что-то оставлять, и мы можем улучшать эту самую мастерскую. Значит, мастерская улучшается вот за 2,5 тысячи, за 6 керосина, за литую сталь и за латунь. Понимаете, да? И вот у нас есть литейка. Значит, печь умеет делать различные сплавы. Вот, например, ржавая сталь плюс медь будет нелегированная сталь. Обалдеть, да? Я и не знал. Или, например, вот летая сталь. Чугун плюс сталь. Пожалуйста, вот вам летая сталь. Есть масло плюс масло, будет керосин. Я уж не знаю, как это работает, но, может быть, это так и работает. У меня, кстати, есть одно масло. У меня есть ржавая сталь, у меня есть чугун. Давайте чисто поржать, проверим, насколько это все стоит. Вот, допустим, если я беру и продаю 5 чугуна и 5 стали, получаю 115 баксов. Что если мы теперь возьмем и переплавим это говно? Вот, смотрите, есть... А, это обычная сталь. Не прокатит, слушайте. Нужно медь и ржавую сталь. Так, пойдем посмотрим. У меня, по-моему, меди-то нету, но мне просто интересно. Да, меди нету. Ладно, будет медь, проверим. Я просто хочу понять, насколько эффективно переваривать здесь ресурсы. И это... Да. Ну, вы поняли, короче. В общем, мы должны сейчас найти меди, потому что сталь-то у меня есть. Так что садимся в мой боевой автомобиль и поехали. Кстати, можно пока что мы не уехали продать весь чугун. Наверное, я им пока пользоваться не планирую. До свидания. До свидания. И масло тоже. До свидания. Продаем. Поехали. О, стоять. Хочу отмычку, которая стоит 270 долларов. Блин, у меня денег нет. Твою мать. Ладно. Я сейчас денег заработаю. Я вам покажу. О, здесь даже ручник работает. Представляете, как классно. Так. В первую очередь, мне, конечно же, нужна медь. Поэтому я рушу сталь и чугун. Да. Кстати, навыки-то у меня есть. Есть. У меня аж 6 очков навыков. Давайте повреждения качнем. Слот инвентаря. Слот автомобиля. У-у-у. Скорость кувалды 5. Скорость кувалды еще хочу. Супер удар. Одиночный удар, наносящий в 3 раза больше повреждений. Хочу. И пилу тоже качнем. Острота пилы. Больше нет очков. Ну-ка. Я что-то не очень понял, как использовать супер удар. Но, в общем, собираем. Барахло. Так, это ржавая сталь. Опять сталь, чугун. А где же еще меди-то взять? И? Черт, это тоже не то. До свидания. О, опять забыл. Слушайте, меди нет вообще. Это какой-то капец. Да, у меня осталось только чугун, ржавая сталь. А меди-то как бы на корабле уже все. И нету. Я не очень понимаю, зачем долбить вот эти вот. А, правая кнопка, супер удар. Понял. С этих штук ничего не вываливается. Я просто проверить, я уже не помню. Да, вообще ничего не вываливается из них. Это просто очистка, типа, места. А трюма нет в этом корабле, слушайте? Он же должен быть, правильно? О, ребята, медь. Вот что я не заметил. Давайте пилить ее полностью. Давай, вот я нацелился. Так. И вот здесь вот. Вот она, где медь-то спряталась. А, кто бы мог подумать? А где четвертая, простите? О, нифига-то улетела. Давай, выпиливаю ее полностью. Блин, слушайте, медь разлетается. Прям вот очень-очень... Очень-очень некрасиво она это делает. И, по-моему, я одну штуку потерял. Ну-ка, сейчас надо ящики разбомбить. Черт, кажется, моя медь... Вот это что, это она? Это масло. Но мы его тоже заберем. О, вот она, куда улетела. А может, и не улетела. Но в любом случае. Да, слева это не количество транспортных средств. Это количество слотов в инвентаре транспортных средств. А я-то уж что-то было подумал, что здесь какие-нибудь бульдозеры есть. Да, хренушки тебе. Кстати, стоит знать, что у пилы есть ХП. Я никогда об этом не думал. Но теперь знаю. Следовательно, пила это расходник. Что грустно. Нужен какой-то резак. Который, скорее всего, тоже будет газ расходовать. Или на чем он там работает. Ну, в смысле... Ну, вы поняли, короче, да. Я тот еще металлоругист. Поехали. Заработаем немного денег на отмычку. И сделаем нелигированную сталь. Да. Сейчас будем плавить. Привет, дружище. Я продам тебе масло. И я продам тебе чугун. И, может, даже немного продам тебе вот этого и вот этого. Вот. Получается 127 долларов. Этого должно хватить, чтобы купить отмычку. Покупаем. Итак, отмычки. Разблокируй. Уровень сложности. Дополни. Понял. Завершить. У меня теперь есть отмычка. Поздравляйте меня. А мы пойдем что-нибудь выплывем. Итак, вот она. Нелигированная сталь. Короче, 5 в 5, да, можно делать. Вот, пожалуйста. Можно даже 10 в 10, да. Вот так вот. Нужна температура в 1000 градусов. Вот здесь вот она выставляется. Видите, как классно. И потом мы нажимаем вот на этот рубильник. Точнее, его дергаем. И сейчас вот здесь вот высыпется что-то. Самоучитель завершен. Только что я вышел на, конечно, свободную игру. И вот наша замечательная нелигированная сталь. Классно выглядит, кстати. И у нас появился некий заказ. Пойдем пообщаемся. По всей вот этой вот нашей карте, скажем так, разбросаны людишки, которые будут иногда у вас что-нибудь просить. Вот этот товарищ, к которому мы подходим, у которого есть куры, что это классный, кстати, друг. Он хочет 8 меди или 8 ржавой стали. Давайте возьмем сталь, потому что медь штука довольно дефицитная. Но, правда, видите, он за нее дает 200 баксов почти. За эту 176. Ну, или левел ап. Да, давайте доставить заказ. Не хватает материалов. Это очень грустно. Я всю сталь просрал. Ну, ладно, она тут повсюду, так что нормально. Можно вон корабль пойти разбомбить. И будет у меня сталь. Как раз у нас уже полдня прошло. Но я хочу сейчас проверить заодно отмычки. И вот эту вот самую прекрасную в мире сталь, которая там валяется на корабле. Чтобы заработать денег и получить левел ап. Кстати, что по уровням. А ничего, нельзя посмотреть, пока ты за рулем. Я вот не очень понимаю, почему нельзя добавить персонажа-то вот в машину. Это же, ну, это же вообще не сложно. Даже пусть он не крутит руль. Просто он там, падла, пусть сидит. Машина без людей, это очень странно выглядит. Скайна, твою мать, взбесился. Да, фонарик тоже есть. Итак, возвращаемся к нашим баранам. На, говно тебе. Мне нужна сраная сталь. Вываливайся. Так, что по навыкам. Есть два очка навыков. И мы возьмем повреждения от кувалды. Повреждения от кувалды. Обалденно. Это мне сейчас пригодится, чтобы быстрее все ломать. Блин, жалко, что медь все срезал. О, слушайте, а наверх можно? Можно. Ржавая стойка. Получи свое. Все-таки медь от меня не скрылась. Давай. Анимация мощного удара такая же, как и обычного. Но он мощный. Во, смотрите, маленькая коробка средней. Давайте я сначала с легким попробую, попрактикуюсь. Потому что я еще ни разу ничего не взламывал в этой игре. Вот этот чемодан. Так. А как крутить-то? Перемещайте мышечку, чтобы поворачивать мычку. Пробел, чтобы поворачивать замок. Слушайте, это в какой-то игре было. По-моему, в Daylight. Да, да. Точно такая же система взлома была в Daylight. Абсолютно точно такая же. Хорошая отсылочка. Или, может быть, это они просто сперли идею. Но в любом случае, я теперь умею все взламывать. Ржавая сталь спряталась, а? Хочу вот этот чемодан. Видали? Это потому, что я Daylight проходил аж целых три раза. А, и последний ящик вот здесь был. И ни одной отмычки тебя не посеял. То есть, когда ты покупаешь набор отмычек, получается, тебе продают четыре штуки. Скажите, что я молодец. Нет места в инвентаре. Я дебил. Класс. Короче, поехали. Ржавую сталь я собрал. Давайте этому чуваку ее отдадим. А фары есть у этой машины? О, есть. И даже светит. Это прекрасно. Музыка какая, да? Засыпаешь иногда в такой музыке. Наверное, лучше бы пешком туда сходить. Постранись, курятник. А, да. Вот, то есть, вот так, да? Подожди. Ну, я же сквозь тебя проезжал. Странно. Сквозь этих теток не проехать. А вот эти чуваки, они просто ходят сквозь машину, да? Все, что имеет анимацию, не имеет коллизии, да, в этой игре. Понимаю. Ну, ничего, я не буду докапываться. Это нормально. И меня-то вообще как бы не существует. Я призрак. Летящий на крыльях ночи. На твою сталь. Мы получили сразу же левел ап. Можем его куда-нибудь вкинуть. Допустим, вот слот инвентаря хочу. А чего бы нет? Садимся в тачку и едем домой. Ой, это не домой. Это новый заказ. Домой-то не сюда, боже. Я какой-то... А что это, в смысле, ящик там, что ли? Ребята, алкоголь нашел. Вот будете на свалке, знайте. В ящиках есть алкоголь. Вот он мой дом замечательный. Дрифтанем. Так себе дрифтануть получилось. Я уж фары не буду глушить. По-моему, она здесь... Ну, это... Ну, того, короче. Она не портится. Что у нас есть на компе? Вот смотрите. Мы теперь можем новые корабли заказывать. А вот этот корабль, который мы, допустим, разобрали, мы можем его... Вот здесь вот отменить бронирование. Кнопочка там не видна. Просто нихера. Нужна лупа, чтобы разглядеть там надпись. Ну, в общем, она там есть. И это надпись отменить бронирование. В общем, господа, давайте немножко подытожим. Если вам интересно видеть подобные видосы, вы об этом обязательно напишите в комментариях. Я могу сказать, что больше, интересней в этой игре можно будет увидеть только если у нас появится, наверное, резак. Но в целом геймплей как бы особо-то не поменяется. Чтобы вы понимали. То есть ты тупо все улучшаешь до третьего уровня. Магазин и вот мастерскую. И все. Все остальное будет всегда одно и то же. Вот кроме того, что у нас появится еще резак. Какие тут вообще у нас есть инструменты? Ну вот, к сожалению, они не пишут какие. Но, в общем, да. Мы только поменяем инструменты. Абсолютно ничего большее в этой игре не поменяется. Мы также будем заказывать все корабли. Будем их разбирать. Что-то где-то переплавлять. Выполнять заказы. И все. И исследовать, улучшать вот эти штуки две. Вот примерно такая игра. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, кто-то принял решение о покупке. У меня пока все. Услышимся в новых видосах. Это и пока будем покушечки. Вот.